всем привет с вами кекс и сегодня я делаю всем знакомую с давнего детства лакомство это орешки со сгущенкой очень вкусно нашла недавно этот рецептик и мне дали попользоваться еще советской такой орешницей вот и решила и вам показать может у кого-то где-то завалялась так что берите свои орешницы в руки и давайте делать нами орешки смотрите здесь самый легкий и простой рецепт получается песочного теста масло я в микроволновке растопила не доводят до сильно горячего состояния просто чтобы она вот видите у меня хорошенько размягчилась и сразу сразу же сюда добавляю 2 яйца так как масло у меня не горячей яйцем ничего не будет быстренько перемешиваю до однородности и буду сюда отвешивать сахар рецепт я написала здесь и напишу еще в описании вам рецепт обязательно сюда много ничего такого особенного не нужно печенюшки получаются просто волшебными и я думаю вы помните кстати еще решила добавить сюда ванильный сахар можно его не добавлять и я не добавила сюда щепотку соли если вы планируете добавить и добавляете ее на этом этапе сейчас немножечко перемешаю для того чтобы сахар растаял буквально тут секунд 30-40 поколотить и теперь я сюда добавляю погашенную соду 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 обязательно нужно погасить уксусом для того чтобы она не давала вкуса в наших печеньках потом буквально на чайную ложку соды также чайная ложка уксуса и опять же перемешали собственно все теперь он сюда осталось только добавить могу все очень просто очень-очень быстро и очень-очень вкусно в общем это еще это еще не конец видео но смотрите дальше я буду засыпать муку в три этапа для того чтобы никакие комочки меня не образовались буквально вот добавила 1 стакан сразу стакан у меня 200 граммовый они 250 грамм так что имейте ввиду у меня 200 граммовый стакан и нам понадобится три стакана муки и просеиваю муку теперь уже возьму наверное ложку потому что венчик уже здесь будет плохо у нас справляться можно конечно делать это в комбайне будет вообще тесто у вас готово за три минуты возиться с ним долго не приходится и сюда же я добавляю еще одну столовую ложку подсолнечного масла благодаря нему будет более хрустящее наше печенье и не будет так сильно приставать суть такова же приблизительно как вы в оладьи добавляете или в блины подсолнечное масло в тесто и все и последний стакан муки просеиваю у вас может понадобиться чуть больше или чуть меньше муки но я обычно ложу ровно три стакана плюс минус там не сыграет нам роли если будет чуть чуть больше плотное тесто или чуть менее плотное тесто поэтому это не самое страшное здесь и все и разминаю до однородности чтобы не было никаких неразмешанных кусочков муки у меня была красивая однородная рыхлая такая масса именно эта масса песочное тесто ароматная очень пахнет маслом такое сливочное очень вкусное получается с него получается с этого песочное тесто это как бы практически классический рецепт просто обалденные корзинки если вы когда-то делали или может кушали корзинки с белковым кремом я делала именно из этого теста выпекала формах для кексов брала две формочки для кексов в одну ложила тесто немножко его разравнивала по краям и другой формочка такого же размера вставляла внутрь тем самым придавливая и распространяя по нижней формочке тесто и получались как бы тонкие такие корзиночки песочные тесто я отправила в холодильник она у меня провела где-то час надо минимум полчаса чтобы она полежала и хорошо остыла у меня вот хорошо она остыла вы видите после мягкого теста становится вот такой вот ламкая прям довольно упругое твердое тесто я катаю вот такие вот шарики приблизительно это я не знаю как вам сказать размер меньше грецкого ореха чуть больше фундука такое где-то приблизительно на чайную ложку теста может чуть чуть меньше вы испечете один и вы поймете сколько вам нужно ложить потому что лишнее все равно формочка у вас выдавит но на самом деле вот у меня вот такая вот старенькая формочка еще советская я и отправляю сейчас разогреваться она у меня разогревается на плите это не электрическая вот такие вот шарики накатала лишнее тесто выдавливается из этой формочки и она отлично по краям обламывается по краям орешка поэтому не переживайте что у вас будет больше чуть теста мало теста у вас будут плохо склеиваться орешки много теста обломаете но на самом деле очень много ложить тоже не нужно и все и крепко прижимаю и возвращаю обратно на огонь огонь не самый маленький чуть больше маленького огня это приблизительно у нас будет пиктись где-то пять минуточек обязательно нужно переворачивать на одной стороне чуть-чуть на другой стороне поджарить вот чтобы они равномерно пропеклись так как это еще моя первая партия вот немножечко они у меня пристали после после того что я почистила свою орешницу следующие уже отлетали от нее как так и нужно вот огонь не включайте большой потому что очень быстро нагреется если у вас электрическая там чуть-чуть попроще вы просто поглядывайте чтобы она равномерно прожарилась и доставайте так все в общем достаете свои орешки аккуратненько я их вот отколупывая это просто первая партия дальше я говорю дальше они отходят отлично что касается крема можно наполнить просто сгущенкой можно сделать сгущенку с маслом я буду делать сгущенку с маслом но посмотрите у меня просто ужасная сгущенка она вам прям жидкая она течет мне в раз очень сильно не повезло я не знаю почему обычно даже беру этой марки она всегда хорошая а здесь какая-то очень неудачная была сгущенка очень текучая но ничего для для моих нужд она тоже подошла и ушли мои орешки буквально за один день осталось на следующий день всего пару штучек я использовала здесь 250 грамм масла на 500 грамм сгущенного молока вареного и все у меня это одной температуры комнатной лежала приблизительно несколько часов у меня становилась она комнатной температуры вместе и просто я это перебиваю до однородности этим буду заполнять свои орешки еще мне понадобится орех сам можно использовать грецкий можно использовать фундук но я буду использовать арахис для того чтобы мои орешки не раскисли я решила внутрь орешка его намазать шоколадом у меня такая веерная кисточка растопила шоколад и очень быстренько намазываю внутри орешки своей но на самом деле орешки ушли так быстро что они даже не успели у меня раскиснуть потому что я половину намазала а половину не намазала, чтобы попробовать, насколько она у меня будет раскисать. Так что, можно этого не делать, но если у вас орешки, вы делаете большую партию. Кстати, хочу сказать, что с этого рецепта получается около 70 орешков. Я взяла еще вот арахис, он у меня этот в кожуре, я его поджарила в микроволновке по несколько минут, кожуру сняла, и вот получился у меня жареный арахис. Теперь можно наполнять наши орехи. Так, сейчас попробуем с нашим кремом побороться, конечно. Вы видите, он и так уже видно, что он довольно жидковат, но я орешки поставлю в холодильник на некоторое время, и благодаря тому, что в креме есть масло, оно немножко свяжет, так сказать, эту сгущенку, она станет более плотная, поэтому ничего моим орешкам не будет, и они плыть не будут. Сильно много сгущенки внутрь не ложите, потому что будет вытекать, когда вы будете соединять оба орешка. Лучше потом или добавить, или, ну вот как-то я так выбрала, что мне очень удобно отсаживать с кондитерского мешка, чтобы видеть точно, сколько я туда отсадила, и не переборщить. И вы видите, ну не до краев у меня еще остается там место, потому что я соединю два орешка, и как бы, чтобы не вылазило у меня, потому что потом собирать тоже не дело. И, собственно, я буду арахис внутрь, но арахис сюда не сильно идет, если честно, мне не очень понравилось. Лучше или грецкий орех все-таки, или фундук использовать. Даже, мне кажется, с грецким жареным орехом будет еще вкуснее. Но с арахисом как-то не очень вышло. Просто у меня не было на тот момент других орехов дома. Орешков уж очень захотелось. Обязательно сделаю порцию еще, потому что это ушло настолько быстро, что мы даже не поняли. Эти 70 орешков. У меня там были некоторые орешки, которые получились ненужного размера. Поменьше, там, где шарик был поменьше, и этот орешек, сама скорлупа вышла чуть-чуть меньше. И она плохо вот так соединялась. Поэтому брак мы скушали просто печеньками с чаем, а все остальные орешки ушли очень-очень-очень быстро. Вы видите, здесь реально дело, ну, может, час времени всего в общем. Буквально тесто делается за 5 минут, и все остальное делается, ну, за полчаса. Даже, я думаю, что точно можно сделать. Просто меня все время отвлекали, но я как бы тоже успела все это сделать за час времени. И вот целая куча кучных. Вот что все, что успела сфотографировать, потому что ели в процессе. И вот что у меня осталось на тарелочку. Только сложите для вас сфотографировать орешков. Так что пробуйте обязательно, ставьте пальчики вверх, буду рада вашим отзывам. А с вами был Кекс, подписывайтесь на мой канал. Целую, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok